Слитно, раздельно, по старым правилам или по новым. В национальной библиотеке прошел круглый стол, на котором обсуждали орфографию и пунктуацию в чувашском языке. Все 20 лет ровно с той поры, как были приняты новые правила, в среди языковедов не утихают споры по поводу того, в какую сторону должен развиваться чувашский язык. Все учебники, школьные программы, хрестоматии были выпущены на их основе. Тысячи детей уже обучены по ним. Среди сторонников возврата старых правил в основном люди старшего поколения. Они обвиняют ученых-филологов в том, что те портят чувашский язык и русифицируют его. Обсудить все эти проблемы собрались преподаватели, депутаты госсовета. В этой дискуссии приняли участие и представители органов власти, министры культуры и образования. Дискуссии о профографических правилах ведутся не только в чувашскоязычной среде. Такие же проблемы есть и у многих других народов мира. Но большинство преподавателей чувашского языка заботит все же не столько эта конкретная проблема, а сколько то, что родной язык с их точки зрения исчезает. Даже дети из сельской местности говорят в основном на русском. Обучают этому еще в детских садах. Есть еще одна очень серьезная проблема. Сегодняшние стандарты или учебные программы, планы, точнее прошу прощения, не позволяют реализовать пятидневку, не сокращая количество. И единственное, что можно это сделать, за счет чего? Этого чувашский язык пострадает. Поэтому вся система на муфедерные стандарты там жестко рекламентируется, не дается право на сокращение национального языка. Точку в этом вопросе ставить рано. Ученые и исследователи языка планируют еще не раз возвращаться к этой проблеме. Она требует всестороннего рассмотрения. Ну и, конечно же, нельзя допускать сокращения часов на изучение чувашского языка и литературы. Татьяна Трофимова, Евгений Анисимов, Республика.